Текстильная кукла может быть изящной и грациозной. Пример тому авторская коллекция Татьяны Басарап, приносящая радость. У этих маленьких модниц уже есть свой образ, своя история. А главное, у каждой из них сложилась уже своя маленькая жизнь. Это лишь часть коллекции Татьяны Басарап. 23 образа из 50. Все куклы текстильные. Разработки и лекала авторские. Они манерные и кокетливые. В них есть задор, радость, стиль и специальная тематика. Вся выставка проходит под девизом «Приносящая радость». И это название символично, потому что интерьерные куклы несут радость не только мастеру в процессе создания этих творений, но также и люди, в чьих дома они поселяются. Созданием интерьерных кукол Татьяна Басарап занимается год. Математическое образование лишь прикрывало творческую натуру мастера. Она с детства шила и создавала образы сначала для себя, а с выходом на пенсию начала выносить модный приговор своим текстильным дамам. Вдохновение, джаз, предвкушение, праздник – это лишь часть имён этих красавиц из чёрно-белого ретро. Это необыкновенная кукла, чёрный ласковый бархат, а кукла называется бархатный каприз. Второе направление коллекции – осеннее настроение. Во многих куклах присутствует оранжевый цвет. Цвет счастья, радости и тепла. Они словно балерины, присевшие отдохнуть. Интерьерные куклы надо рассматривать со всех сторон. Если вы посмотрите на осенний вальс, то сзади её бан чудесно заканчивается шлейфом из листопада. А это бархатная осень. Она тоже ласковая, таинственная бархат, создаёт свой необыкновенный флёр. Их лица условно обозначены. Здесь нет широко распахнутых глаз и изящно очерченных губ. Но в них ощущается тепло рук мастера и загадка, которую хочется разгадывать. Эта кукла называется философией 50 на 50. Потому что я считаю, что в каждом человеке на 50 есть и хорошего, и плохого. Но ещё я её трактую, что это мы, женщины, с белой стороны. Посмотрите, это двуликая кукла, с белой стороны. И в радости, и в гневе. Мы, женщины, прекрасны. Теперь прийти в Пушкинскую библиотеку можно не только за книгой, но и за положительными эмоциями, которые можно получить на выставке «Приносящая радость». Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Продолжение следует...